всем привет вы на youtube канале аллегрия меня зовут владислав белошин сегодня со мной ян вайнрух сегодня посмотрим очень классную квартиру с потрясающими видами я думаю она вас впечатлить закрытая резиденция два бассейна зеленая зона и это побережье costa del sol сегодня вы увидите все своими глазами поэтому мы не сможем больше вас задерживать мы начинаем пойдем так ну вот мы и внутри да есть прихожей можно где-то скинуть обувь называется повесить куртку завесить куртку кто-то повесит мне можно можно закрыть дверь дверь кстати бронированная да а год постройки музыку а вот постройки ориентировочно 2007-2008 но в целом это не это не стоит нет 15-16 лет это новая квартира это вторичка новая вторичка на затем ее так то есть в этой квартире не так будет называться видео да ее купили от застройщика и вообще не использовали установлена сигнализация да да здесь у нас все только электричество security direct ну все очень аккуратно но много автоматов видно что все правильно по умы за все поделиться на полу у нас мрамор сегодня редко это встретишь просто в основном все используют плитку но вот в 2008 году еще клали до тогда до до кризиса потом на мрамор поклали да что-то другое так ну кухня отдельно стоящие это сразу плюс это огромный плюс посмотри размер здесь наверно 9 метров но плюс минус я думаю что не меньше и меньше самое главное новая техника относительно новая неплохой марки и сенс целом здесь за носи все в разнобойно в принципе все хорошее также есть у нас вся посуда тарелки чашки стаканы ты так тому что это все остается это все остается да эта квартира подготовлена под аренду так что тот купит может сразу сдавать в аренду тут и коль мы затронули аренду давай тогда сразу про потенциал арендный аренды потенциал если мы сдаем долгосрочную аренду ориентир цен 1300 1400 евро в месяц а если получить туристическую лицензию в краткосрочку она будет сдаваться но я так думаю что в летнее время наверно порядка 1000 евро неделя 1000 неделя может быть даже тысячу 100 или 1200 в горячий где-то так за кухней у нас находится еще одна вот такая дверь она же кладовка она же прачечная она же сушильная бытовка постирочная и вполне может быть спальне легко разместить раскладушку и вполне когда к вам придет много гостей летом почему бы не спать очень хороших гостей можно размещать именно здесь но она так или иначе она не маленькая здесь это само это помещение то хоз помещение и мне кажется что оно должно быть обязательно конечно квартире особенно если он так выведена где у тебя спрятан аккуратно более здесь же она же стиралка здесь есть место и под сушку до полностью все новое идем смотреть эту мебель в спальнях давай посмотрим гостиную может сначала давай гостиную проходим гостиную и сразу обращаем внимание на что я обратил внимание вот на эту арку на эти колонны да и это как раз таки символизирует слегка вот эту всю испанию в стиле с марокканским мебританским в андалусии любят это дело и на самом деле это все декоративное так что если вам это не понравится и вы решите купить это можно снести можно снести но мне кажется здесь это она уместится она очень даже и сразу можем отметить что здесь есть центральное кондиционирование да вот здесь у нас пульт управления холод тепло у нас здесь все это работает нам кто-то звонит потом перезвоним попозже так что ты еще хочешь отметить во первых я хочу отметить что гостиная у нас широкая здесь наверно три с половиной метра ширина и она большая отдельная у нас есть отдельная обеденная зона диванная зона значит на такой правильной квадратной формы ну и конечно даже отсюда можно прям раздвинуть слегка шторы и любоваться видами на море да и я думаю что нам нужно пройти сразу раз сюда потому что это хедлайнер этой квартиры ну давай начнем с козырей и что еще хочу отметить три метра потолки метра у нас высота вот кстати это часто задают вопросы и пишут комментариях почему такие низкие потолки у нас все стандартные потолки до 245 26 дней сегодня сегодня множество строк 262 70 так вторички в основном 260 встречаются и 250 бывает здесь же три метра и это нестандартно высоко мы выходим на просторную террасу с такими потрясающими видами виды на миллион ты знаешь даже если терраса была в три раза меньше она бы никак бы не повлияло на этот фантастический вид он практически фронтальный согласен не он фронтальный и самое интересное что его никто никогда не перекроет его ничем не перекрыть и это тоже важно как ты думаешь насколько это шумная улица она ведь двухсторонняя она не шумно будут ездить только соседи которые живут в этом комплексе или в комплексе напротив слушай и опять же по инфраструктуре мы спускаемся вниз и буквально где-то с левой стороны нам до магазина до ближайшего 10 минут пешком пешком 10 минут на машине две-три минуты мы находимся в городке маниль во что у нас здесь рядышком 10 минут сата гранды до знаменитое место такое самое мега роскоши на коста дель соль все это прекрасно знают а еще рядышком рядышком у нас городок эстепона 15 минут сама марбея полчаса езды 40 минут гибралтар в принципе все замечательно да море даже до моря пешком наверно минут 10-12 но спускаться удобно подниматься будет уже чуть посложнее согласен скорее всего нужно будет ехать на автомобиле на машине мы пересекаем автомагистраль ну и кстати нам сказали что здесь очень хорошие пляжи ты слышал что даже валина в пяти минутах здесь очень хороший пляж на которой съезжаются люди даже с марбелли мы идем дальше смотреть спальни да пойдем смотреть спальни и я бы еще добавил то площадь этой квартиры 80 квадратных метров она не маленькая без учета террасы как но все больше и больше изучая рынок коста дель соли так как даритки обязаны делать и ездим часто с тобой в командировке но все же мы сравниваем волей неволей сравниваем все с коста бланка вот скажи цена объекта 257 тысяч а мы уже упомянули что это квартира с двумя спальнями двумя санузлами не старый дом с фронтальным видом на море с большой террасой также с парковочным местом таревехи например таревехи конечно нельзя таревеху сравнивать с этим регионом но тем не менее можно ли сейчас три вещи купить вот такую квартиру в этом бюджете а в таревехи будет тяжело найти такой комплекс и тем более с такими видами я думаю что нам нужно отъехать буквально пять километров от таревехи пунта приму так и сравнимый комплекс этим будет наверное лариколета или лаентрада один из комплексов которые есть там тоже большие квартиры две спальных комнаты две ванных как здесь примерно с парковкой у нас кстати есть такая квартира недавно появилась обычно они стоят плюс минус 210-230 тысяч евро но ты там не получишь фронтальный вид на море потому что на первой линии застроили девятиэтажные высотки так то есть не так уж она и дорога не получается что не так уж и дорога это манильва и это costa del soli стоимость этой квартиры она сравнима с хорошими комплексами в районе таревехи и ты считаешь что она оправдана я считаю что да ну давай посмотрим еще две спальни смотрим и тогда сделаем заключение так ну желтизна она все-таки и здесь присутствует и до сюда добралась общая мода в испании смотри-ка встроенный шкаф до достаточно глубокий и отделка здесь тоже вся деревянная тоже все разные полочки из выдвижные такие ящички то есть хороший шкаф глубокий но вот спальня она маленькая но я так полагаю что это вторая спальня да она небольшая но тем не менее практически во всех квартирах испании такие спальни то я нередко ты встретишь сильно большего размера я соглашусь с тобой а вот это знаменитая патио делуц это патио выходящая на улицу мы видим улицу то есть ты опять защищаешь да но вообще идея да это идея патио единственное что здесь не четыре стены всего три это опять же все равно плюс потому что попадает дневной свет и все-таки она не будет такой темный да это спальня но нас опять высокие потолки мраморные полы все-таки это спальня не кажется такой уж очень узкой хотя понятное дело что если посмотреть по размерам она не очень большая небольших габаритов я не виду давай сравним ее со второй со второй главный главную спальню у нас есть первый санузел назовем его гостевой санузел ну что здесь душевая вина и она достаточно тесная вот смотри вот я вот я захожу потому что худеть надо вот оно что я понял она маленькая согласен но смотри вот я уже допустим похудевший все равно вот втянул закрыл и ну вот смотри вот так вот я разворачиваешь так вот помыться унитаз чтобы что-то сделать и все он должен осуществлять какие-то манипуляции с дверью конечно должен закрывать дверь это точно неудобно и на мой взгляд в таком случае то есть здесь у нас заявлено 2 спальни 2 санузла можно было сделать один санузел но большой удобно когда у тебя есть два новой кухню сделали большую сделали вот мне кажется что это минус но это мой на мой взгляд идем дальше так архитектор видит художник он художник он так видит пойдем спальни давай вторая спальня это уже хозяйство но смотри что здесь у нас нет здесь все хорошо здесь здесь по-человечески здесь все хорошо здесь уже большего размера у нас ванная комната опять она с душем я говорю не делали бы если то санузел совместили бы то есть сюда поместилась бы у нас и душевая и даже ванна и даже ванна сама или джакузи сдвоенная раковина большая и нормальный человеческий унитаз целом имеет место быть когда вот так вот унитаз расположен близко к самой столешки к раковине имеется ввиду можно сюда поставить какой-нибудь планшет поработать делать свои дела и другие дела тоже очень удобно когда у тебя есть ванна личного пользования внутри спальня я согласен станут шкаф большой глубокий много для большой семьи испанской испанской значит испанские большие семьи и да ну вот опять же хорошо большая кровать помещается у нас для кровати да но она небольшая опять же сама вот эта часть она небольшая тоже знает что в испании не строят большие спальни потому что спальня исключительно спят должен быть большой зал и терраса то есть это важно клонишь к тому что я обнаглел до в испании просто принят я беру свои слова назад бог с ним пускай будет это спальня еще меньше габаритов но если у вас и спальня открывается опять же такой вид она того стоит это фантастика резюмируя надо то есть мы посмотрели квартиру с двумя спальнями с двумя санузлами 2008 год постройки да включено парковочное место на территории имеется бассейн детский есть гостевая парковка закрытая урбанизация рядом есть инфраструктура какая-никакая в том числе в пешей доступности и конечно фантастические виды на море которые являются наверное самыми такими хедлайнерами этой квартиры сто процентов двести пятьдесят семь как ты думаешь за сколько она продастся плюс-минус наверное в районе 250 тысяч евро она должна продаться потому что тяжело купить квартиру с таким видом сильно дешевле торг ты считаешь что уместен я считаю что не уместен при небольшом торге эта квартира должна продаться здесь достаточно много квадратных метров 80 метров 80 84 метра квартира терраса более 15 метров это побережье costa del sol это не дешевое место и цена вполне разумно и у нее очень хороший потенциал к сдаче очень хороший потенциал к сдаче путь-то в краткосрочную аренду или долгосрочную честно скажу когда мы сюда ехали у меня было такое скептическое отношение к этой квартире я хотел здесь все-таки больше найти каких-то изъянов и минус но нет я абсолютно прав во всем вышеперечисленном поэтому если у вас возникли какие-то вопросы узнаете что делать наши контакты в описании звоните обращайтесь пишите поможем подобрать вам недвижимость вашей мечты в испании аллегрия строим вашу мечту пока